ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброе утро! Как всегда, ваша автопилотна Саратов-24. Рядом со мной Светлана Казанцева. Я Евгений Крик. В доброе утро, страна! Просыпайтесь скорее вместе с нами. Мы готовы поделиться с вами большим количеством полезной информации. Готовы разыграть сегодня приятные призы, подарки, сертификаты. Ну, а также готовы пообщаться с вами на разные темы. В общем, интерактив у нас открыт и ждем общения с вами. Да, друзья, ну а прямо сейчас небольшое оно с того, что вас ждет в сегодняшней передаче. Все это и многое другое. В сегодняшнем выпуске с Автопилот, друзья, встречайте новую неделю, новое утро. Все для вас. Да, еще хочу напомнить, что работаем для вас в прямом эфире. Это значит, что можете позвонить к нам в прямой эфир. Можете написать свои приятные сообщения, передать кому-нибудь привет, пожелать доброго утра. Ну, или просто написать какую-нибудь интересную историю, которая произошла с вами за прошедшие выходные. Ну, а также заходите к нам в группу ВКонтакте. Мы там тоже жаждем общения с вами. Да, сегодня напоминаю вам, вновь будет масса розыгрышей, поэтому забивайте наши телефоны к себе в память, устроив в себе в память. Наматывайте себе на усы. Наматывайте на бобину, как говорит мой преподаватель по физике. Друзья, ну а прямо сейчас настало время передать слово человеку, который у нас находится уже вот прямо рядом, в нашей команде, в команде практически Автопилот. Да. Друзья, мы передаем слово о выпуске новостей. Екатерина Хеоргинина расскажет сейчас последнюю информацию, которая связана с нашим городом. О чем будем рассказывать? Доброе утро. Доброе утро. И начнем новое. Сейчас. И в этом выпуске я расскажу о том, как сотрудники ФСБ вычислили перевозчика-нарушителя, какой флешмоб устроили сотрудники МЧС. Подробнее буквально через несколько минут. И к этому часу у меня все. Встретимся уже через час. Передаю вам слово коллегам. Спасибо большое. Спасибо, Екатерина. Мы будем бореть за наших и будем смотреть дальше выпуски новостей. Друзья, ну а триджин шоу продолжается. И сейчас короткая рекламная пауза, после чего мы вернемся, но и сделаем с вами зарядку. Расскажем вам несколько интересных новостей и много всего интересного. Друзья, все это и многое другое сегодня в Автопилот на Саратов-24. По-прежнему с вами Светлана Казанцев, Евгений Креков, хэштег «Бест». И хэштег «Саратов-24» на английском, на русском совершенно не важно. Хочу еще напомнить, что сегодня 13 марта и понедельник на календаре. Начинаем эту неделю весело, бодро, задорно. Ну и, конечно же, для того, чтобы начать ее, как я уже сказала, в тонусе, нужно привести свое тело в этот тонус. Нужно сделать пару зарядок. Нужно сделать пару зарядок. По-тройку зарядок нужно сделать для того, чтобы в себя прийти, друзья. Ну а вы это сможете сделать с успехом благодаря нашей рубрике «Двигайся» и «Данна Рига». Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите спортивную утреннюю рубрику «Двигайся». С вами я, ее ведущая, Данна Рига. Сейчас я вам хочу рассказать про уникальную систему упражнений по протоколу ТАБАТА. Что это такое? Это интервальные, высокоинтенсивные упражнения. 20 секунд нагрузки, 10 секунд отдыха. Высокоинтенсивная тренировка, которая занимает всего 4 минуты. Так что не поленитесь, делайте каждое утро. Сегодняшний комплекс будет состоять всего из двух упражнений, которые будут чередоваться. Упражнение первое. Оно очень интенсивное. Я надеюсь, что у вас получится. Исходное положение – планка. Планка – это вообще крайне универсальное упражнение. В ней задействованы все группы мышц. Мышцы кора, плечи, ног. Плюс к тому, что мы стоим в планке, мы еще добавляем такое интенсивное движение, как прыжок в груди. Для неподготовленных делаем именно в таком темпе. Для тех, кто занимается спортом регулярно, темп можно увеличить. 20 секунд мы делаем такую нагрузку. 10 секунд отдыхаем. И переходим к другому, столь же интенсивному упражнению, но направленному уже на мышцы нижней части тела. То есть ног. Приседаем. Приседаем. И с приседа выпрыгиваем вверх. Не забываем про правильное дыхание. То же самое. Если вы хорошо подготовлены, то темп лучше увеличить. Чередуем эти два упражнения. Всего должно получиться 8 подходов. Проработайте все группы мышц, получите заряд бодрости на целый день. А я с вами прощаюсь. Помним, что в здоровом теле здоровый дух. До свидания. Крутые упражнения только в автопилот от Даны Риги. Друзья, смотрите, пробуйте, пишите нам комментарии, помогает, не помогает ли подготовиться к лету. Вот я пробую, мне не помогает, потому что я больше ем, чем тренируюсь. Но мне нужно, мне нужно. Дана Рига мне сама говорит. Зарядка, знаешь, она не для того, чтобы согнать вес, а для того, чтобы просто взбодрить твое тело, для того, чтобы просто организм почувствовал прилив энергии, чтобы кровь начала быстрее циркулировать по организму. А потом лечь спать. Нет, возможно. Ну и, кстати, говорят, что каждое утро, если вы будете делать зарядку, то именно эти упражнения, ну разные физические упражнения, они поднимают иммунитет, Жень. Да хорошо, хорошо, иммунитет перед летом очень нужен. Друзья, ну мы переходим к новостям. И вновь в Саратов на первом месте. По каким причинам, сейчас выясним. Саратовская область заняла первое место в рейтинге регионов Российской Федерации по уровню энергодостаточности. Это значит, что среди всех регионов в Саратовской области наиболее высокое производство электроэнергии. Ну, тем не менее, по отношению к производству, потребление на наш регион лишь на четвертом месте. То есть у нас еще остается энергия. У нас еще остается энергия. Куда ее кладут? Вот один вопрос. По данным РИА рейтинга, Саратовская область производит электроэнергии почти в три раза больше, чем потребляет. Замкнули рейтинг Москва и Московская область, которые, напротив, используют электричество на треть больше, чем производят. Возникает, исходя из этого новости, несколько вопросов. Где берут москвичи энергию, если ее не хватает? И куда отдает Саратов энергию? Может быть, в Москве как раз и переходит. А по каким вообще критериям еще Саратов может занять первое место? По каким критериям? Да, по каким критериям? Мне кажется, доброта людей. Доброта людей. Количество машин в нашем городе на тысячу человек. Самые плохие дороги в городе. Ну не надо. Надо. Друзья, надо, надо вскрывать правду. И здесь, в Автопилот, мы это будем делать. Друзья, ну а теперь пришло время передать слово Марии Билат. Как служится ваш сегодняшний день? Хорошо? Что она раскроет? Что, какие, когда она сегодня раскроет? Да, узнаем прямо сейчас из рубрики «Гороскоп». Самым знаменитым и цитируемым астрологом в мире является Мишель Нострадамус. Его пророчества в форме Катренов, составленные на сотни лет вперед, до сих пор пользуются небывалым спросом. Доброе утро. С вами астропсихолог Мария Билат. И моя почта, на которую каждый день приходят сотни вопросов, никогда не станет цитируемой, потому что вся информация, которую вы мне присылаете, является строго конфиденциальной. Время после полнолуния на оси служения настраивает нас на решение чужих вопросов и посвящение себя рутинной работе. Совет дня сегодня как никогда простой. Не застревайте на мелочах. Ну а теперь о том, что приготовили звезды для наших знаков зодиака. Овин. Отличная возможность. Заявите себе. Смело начинайте новое дело. Телец. Сегодня действуйте скрытно, но решительно. Удача на вашей стороне. Близнецы. Уделите этот день обучению. Попробуйте освоить новый профессиональный навык. Рак. Настройтесь на оптимистические латы. Побалуйте себя. Лев. Исключите авантюризм и творческий настрой в работе. Холодный расчет поможет решить проблему. Дева. Сегодня вы сможете оказывать влияние на людей благодаря своему красноречию. Весы. Не стоит принимать спонтанные решения. Проявите сочувствие. Постарайтесь понять собеседника. Скорпион. Сегодня удача на вашей стороне, поэтому беритесь за любое дело. Стрелец. Используйте свою интуицию. Шестое чувство подскажет правильный ответ. Козирог. На вас слишком сильно давит внешнее окружение. Держитесь в стороне от чужих мыслей. Водолей. Ищите новый смысл в привычных делах и подходах. День открыт для экспериментов. Рыбы. Обратите внимание на здоровье. Вечером отправляйтесь в спортзал. Если вы уже сейчас пишете свой заветный вопрос на мою почту, то помните, что в письме следует указать не только дату, время, но и место вашего рождения. Друзья, ну и вновь, конечно же, от рубрики «Гороскоп» мы переходим к следующей рубрике «Новостной». И сейчас мы вам расскажем еще одну новость, которая связана с нашим городом. Я бы сказала, наболевшая, нашумевшая. К нам в эфир даже недавно приходил министр ЖКХ и строительства Саратовской области, который рассказывал, собственно, о как раз урбанистике. Друзья, мэрия объявила молодежный конкурс «Урбанистика. Комфортный Саратов». Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города. В конкурсе могут приять участие учащиеся образовательных организаций муниципального образования «Город Саратов». Это школьники с 11 до 17 лет, имеющие идеи по улучшению придомовой территории, улицы, на которой проживают, ну, либо общественных пространств. Да, работы должны быть выполнены путем схематического и графического изображения на цифровых, либо бумажных носителях. Принять участие в конкурсе можно до 10 апреля, включительно, наконец-то, наконец-то уже подводятся какие-то... Жалко, что тебе не 17, да? Жалко, что мне не всегда мои 17 лет, если бы знали наши телезрители, они бы ужаснулись. Друзья, но тем не менее, конечно же, очень приятно, что администрация обратилась к обычным жителям города. К школьникам даже. К школьникам даже, у которых перспективные взгляды, новые взгляды. Возможно, они совершенно по-другому видят пространство нашего города. И, как советам, я надеюсь, обязательно это будет не просто пустой информационный такой пшик в воздух, да, а прислушаются к советам молодежи и, собственно, воплотят их в реальность. Но и к молодежи, опять же, к молодежи возвращаются. Ну, кстати, Жень, если вот еще вернуться к нашей теме, я хотела бы сказать о том, что сейчас современное общество, оно, ну, гораздо более развитые дети сейчас, гораздо более развитые в плане того, что они знают больше, чем их родители. Они могут общаться с гаджетами, они разбираются там в интернете, перипетии их вот всех этих технологичных. И почему бы нет, почему бы не прислушаться к мнению ребенка, который знает, как должен выглядеть город, в котором он живет. Конечно, и тем более все чаще на телевидении появляются проекты с участием талантливых детей. Многие из них в свои совсем юные годы могут похвастаться знанием пяти и более языков. А спортивными наградами мирового значения, интеллектуальными и творческими способностями наивысшего уровня в Саратове немало талантливых детей. Именно поэтому у нас в городе стартовал музыкальный конкурс «Голос дети». Как туда попасть и что для этого нужно сделать, расскажет наша гостья, продюсер шоу-проектов «Голос и голос дети» в Саратовской области Лилия Ефименко. Да, во втором части пообщаемся с ней на тему талантливых детей, на тему конкурса. Такое звучное название у него, какие этапы ждут участников, как туда попасть, с какого возраста можно приводить детей для участия в этом конкурсе. В общем, все секреты раскроем во втором часе. И если вы, дорогие телезрители, хотите присоединиться к нашей беседе, то можете прямо сейчас уже писать свои вопросы на наш смс-портал, и мы у нашей гости обязательно их спросим. Да, друзья, ну а далее у нас следующая рубрика «Стильные люди». Как сочетать красный и синий цвет? Оказывается, они сочетаются, да. Оказывается, они сочетаются. Светлана отлично сочетает красный и черный цвет, а вот сейчас узнаем, как с синим обстоят дела. Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Продолжаю вас знакомить с необычными и контрастными сочетаниями цветов, которые в тренде этой весной. Коллекции Джорджи Армани горячей модой не назовешь. Это всегда что-то вне времени для тех, кто по-настоящему любит почерк этого дизайнера. Но недавно Джорджи Армани выступил очень злободневно. Именно его коллекция заставила всех взглянуть на сочетание неоновых оттенков красного и синего в верхней одежде, как на свежий цветовой тренд будущей осени. У Армани все просто и красиво. Кашемировое пальто на поясе, собранное из ярких цветовых блоков, выглядит как детские аппликации, благодаря синим деталям на красном фоне и красным на синим. Джорджи Армани не первый, кто использовал это немного дикое сочетание. Синий электрик рядом с ярко-алым мы видели еще на нескольких показах и в основном примеры с верхней одеждой. Где-то дизайнеры делают графичные вставки, где-то расцветка кислотный леопард, вещь в духе Эдди Седжвик. Примеров пока немного, но сама тенденция уже сформировалась. Мода весны 2017 обещает быть яркой, наполненной как контрастными сочетаниями цветов, так и комбинациями, состоящими из основного цвета, дополненного каким-либо собственным оттенком. Напомню, что остальные трендовые сочетания – это броски и динамичные композиции синего и оранжевого, голубого и оранжевого, желтого и кораллово-красного, желтого и синего. Все это будет доминировать среди весенне-летних сочетаний цветов. Не бойтесь быть яркими и сочетать несочетаемые оттенки. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Веселитесь. Прямо сразу, да, так? Да, сразу, смотри, веселитесь. Практически мы вам через экран наливаем кофе, и вы уже в расслабленном, в подготовленном состоянии выходите в мир и идете совершать великие дела. Да, заряжена полезная информация, мы вам рассказываем о новостях, делаем с вами зарядку, показываем гороскоп. В общем, масса всего интересного. Утренним шоу «Автопилот». Ну и хочу напомнить, что находимся мы на 21-й кнопке каждого кабельного оператора. Так что позвоните своим друзьям, близким, родственникам, скажет «21-я кнопка». Вот сейчас я напишу сюда сообщение, кстати, смс-портал. Именно в палец. Позвоните в палец и скажите. Да, друзья, сегодня мы говорим о талантливых детях. И у нас запустилось наше голосование. Можно ли развить слух? Музыкальный слух. Музыкальный слух, да. У ребенка, у взрослого, или же это дар, который дается свыше, и развить ничего нельзя. Вот видим, что мнения пока что разделились. Будем следить за этим голосованием и дальше. Также в нашей группе ВКонтакте, Саратов 24, мы запустили небольшой опрос голосования. Сейчас множество есть шоу талантов для детей. Именно для детей, конкретно детей сегодня затрагиваем. И как вы считаете, нужны ли они ребенку? Да, нет, и как они влияют на его жизнь. Есть несколько вариантов ответа. Первый вариант. Нужны. Дети становятся раскрепощенными и общительными. Второй вариант. Хорошо, что есть такие проекты, если ребенок обладает талантом, то у него должна быть возможность их проявить. Нейтрально отношусь. Родители самоутверждаются за счет своих детей. Зачастую не спрашивая, нужно ли им это. И такие проекты стресс для детей. В случае проигрыша они переживают больше взрослых. И последний вариант ответа. Участие в шоу талантов негативно сказывается на будущем ребенка. С детства он привыкает к повышенному вниманию и славе. А после этого сложно вернуться к обычной жизни. Что пример? Есть такой актер, пример. Макалей Калкин. Он в детстве был мега популярен. Сейчас он где? Ну да, один дом. Работает на «Саратов-24». Покрасился и вот я здесь. Ну, кстати, ты бы за какой вариант ответа проголосовал? Как ты считаешь, как влияет? Я вообще нейтрально к этому отношусь, но мне кажется, что это огромнейший стресс. И ребенок, когда чувствует на себя колоссальное внимание и популярность, а потому что у детей это развивается, мне кажется, с катастрофической возможности. С семимильными шагами. С семимильными шагами. Когда он приходит в свою школу, он думает, что я круче всех, я теперь самый успешный, бросает учебу и все. Ну, если родители позволяют. Но у меня немного другое мнение, но я расскажу его чуть позже. Ну, а сейчас хотим поделиться с вами событиями, которые совсем скоро произойдут в нашем городе. Вот, друзья, за кулисами театров мечтает побывать каждый хотя бы раз в жизни. И вот теперь у вас есть такая уникальная возможность. В рамках цикла экскурсий с говорящим названием «За кулисами театров и консерватория» зрители проведут по цехам, коридорам и лестницам, познакомят с декоратами и модельерами, но также расскажут увлекательные истории с театральной жизнью. Ближайшая экскурсия пройдет 22 марта в 17.00 в Театре юного зрителя имени Киселева. Приходите и насладитесь таинством театральной жизни, тем более, что это абсолютно бесплатно. Друзья, напоминаю вам, что театр имени Киселева входит в список Forbes, здание, которое, собственно, нужно обязательно посетить в России. Поэтому вам повезло, что вам бесплатно, вы бесплатно имеете доступ к такому легендарному зданию, к легендарному театру. Друзья, напоминаю, что это первый детский театр вообще в России и в мире. Театр юного зрителя этого. В общем, там и взрослым-то очень интересно. И, кстати, у меня есть знакомые, которые посещали эту экскурсию, говорят, что действительно это очень увлекательно. Это очень необычно погрузиться в атмосферу за кулиси, узнать все это поднагодное, узнать, как варится эта каша театральная. Ну, это очень занимательно. Друзья, абсолютно бесплатно отправляйтесь на эту экскурсию, наверняка приятно проведете время. Да, мы продолжаем дальше. Следующее событие. Давайте расскажем. На Узенском районе Саратовской области начались приготовления к ежегодному фестивалю тюльпанов. Традиционно он пройдет в последние выходные апреля. Рядом с цветочными полями для туристов проведут мастер-классы театрализованные представления, фольклорные концерты. Будет работать научно-исследовательская лаборатория. Что она там будет исследовать, непонятно. Тюльпаны. Тюльпанная площадка с кукольным театром. Новоузенская тюльпанная степь. Это памятник природы регионального значения и особо охраняемая природная территория. Рвать цветы, выкапывать их луковицы, ездить по полям на транспорте на территории памятника категорически запрещается. Друзья, вот так вот. А кто бы думал, только в Голландии тюльпаны растут? Нет, друзья, на территории Саратовской области тоже есть такое замечательное, можно сказать, культурное наследие. Почему нет? Конечно. Да, куда вы можете приехать и, собственно, насладиться праздником, насладиться красотой выращенных цветов и, собственно, своей красотой тоже. Ну, у нас была прекрасная возможность. В прошлом году утренний шоу Автопилот отправлялся на фестиваль тюльпанов. Действительно, там было очень красиво. Это поля, которые просто не окинуть взглядом даже. Цветы, конечно же, рвать нельзя, но можно подойти, понюхать, а также можно было поучаствовать в различных... Можно сфотографировать? Конечно, сфотографировать. Фотография — это практически такая же вещь, как реальность. Почему мы забываем об этом? Ну, а также можно было поучаствовать в различных конкурсах, различных мероприятиях, событиях, там что-то сделать своими руками, посмотреть на то, как... Раньше там был старинный город, который тоже вы создавали именно на время проведения фестиваля. Как много ты знаешь об этом фестивале, так? Я же там была. В общем, в этом году, надеюсь, что тоже отправлюсь на этот фестиваль. И вы, друзья, тоже готовьтесь в конце апреля. Вместе поедем в Новоузенск. Ну, а сейчас давайте отправимся немного в... В мир животных. В мир животных, в мире животных, да. Волонтерское движение «Зооспас» каждое утро представляет информацию о бездомных животных. И сегодня у нас немного театральный... Не театральный, даже... Голливудский. Голливудский, да, герой. И зовут кота Квентин. Вот сейчас его фотографии видите на экранах. Он очаровательный, он очень ласковый, общительный. Он не выпустит вас из своих объятий, пока не получит свою порцию ласки. В 8-7 месяцев ему он не безобразничает, не имеет вредных привычек, как говорят волонтеры движения «Зооспас». То есть чужих котов в дом приводить не будет, по ночам гулять не будет, молоко из чужой миски лакать не станет. Судя по его имени, этот кот любит, что? Неожиданные развязки, долгие диалоги. Интересные сюжеты. И у него не 9 жизней, как у всех котов, а оберзительная восьмерка. Понимаете, то есть этот кот будет интересным собеседником. Возможно, вы сможете прославиться за его счет. А возможно, вы сможете прославиться с помощью своего ребенка, если отдадите его на шоу «Таланты». Именно такую тему сегодня обсуждаем. Ну, а если ваш ребенок не привлечет, какие-то вот прям невыдающиеся у него какие-то есть достижения. Ну что ты, все дети талантливые. Обычный, милый, красивый, умный ребенок, самый любимый, самый лучший. Вот берите его сейчас в охапку, посадите его рядом с собой, ну и делайте своими руками вместе с ребенком закладку. Да, сегодня с Машей Врянской. Доброго времени суток, друзья! С вами снова Маша Врянская. И мы делаем полезные вещи, казалось бы, из ненужных предметов. Сегодня мы сделаем вот такую вот закладку для ваших книг или блокнотов. Для этого нам всего лишь понадобится лист фетра. Любые украшения, будут то и стразы, пайетки или что-то еще, что затерялось в маминой шкатулке. Не важно. Также нам понадобятся ножницы, иголка с ниткой и любая атласная лента. И мы с вами начнем. Сначала я рисую выкройку. Выкройка у меня будет в форме сердца. Если вы не уверены, что у вас сразу получится нарисовать на материале, который нам необходим, вы можете это сделать на бумаге и перенести изображение на фетр. Ну а я начинаю вырезать. И теперь мне нужна вторая деталь. Я ее вырезаю по форме своей первой. Вот и все. Основа у нас готова. Теперь нам необходимо эти две детали шить между собой. Для этого я специально взяла контрастную нитку. Если вы делаете это одни, тогда попросите помощи мамы или бабушки. Я думаю, что они с удовольствием вам помогут. Если у вас нет возможности шить эти детали, вы можете их просто склеить обычным клеем канцелярским или клеем момента. Ну а я начинаю шивать. Наша закладка будет держаться на большой скрепке, поэтому я ее сразу же вшиваю сюда. Ну вот и все. Делаю узелок. Осталось совсем чуть-чуть задекорировать нашу закладку. Для этого я беру вот такие вот пуговицы для декорирования. Они уже на двухстороннем скотче, поэтому смазывать их клеем нет необходимости. Ну и добавим еще милый бантик. Его мы сделаем из обычной атласной ленты. Отрежем примерно 20 сантиметров ленты. Завязываем обычный бантик, который мы делаем на шнурках. Не справляйтесь, попросите взрослых. Отрезаю хвостики, смазываю небольшой каплей клея и украшаю нашу закладку. Еще у меня есть вот такие вот божьи коробки, которые тоже будут жить здесь. Вот что у нас с вами получилось. Я думаю, что это великолепный подарок для ваших одноклассников. Пусть он будет без повода. Итак, друзья, а мы встречаемся с вами в следующей программе. До новых встреч! Друзья, это Автопилот. Здравствуйте, если кто-то не знает. Здравствуйте, это таллимское телевидение. Это Автопилот. Это Светлана Казанцева. Это Евгений Креков. Мы, собственно, хотим что сделать? Поднять вам настроение. За счет чего будем скоро давать вам призы. Поэтому будьте внимательны. Ну а пока что переходим к Инстаграму. Сразу? Ты хочешь? Да, почему бы и нет. Я хочу прежде всего напомнить нашим телезрителям, что вот сейчас у них на экранах появилось телефонное голосование. И мы вас сегодня спрашиваем, как вы считаете, можно ли развить музыкальный слух. И сегодня обсуждаем тему детей, талантливых детей. Обсуждаем тему разных конкурсов, которые проводятся для талантливых детей. И насколько для них это психологически правильно. А сколько вообще это правильно. А может быть родители просто хотят реализоваться сами за счет детей. Может быть они сами не реализовали детства какие-то... Может быть это правильно или неправильно? Или правильно? Ну вот мы у телезрителей спрашиваем. Во-первых, можно ли развить музыкальный слух, да или нет. Есть два варианта ответа. Номера телефона совершенно бесплатные. Звоните. Ну а также заходите к нам в группу ВКонтакте. И сегодня мы там тоже интересуемся у вас темой, связанной с конкурсами. Вот как раз обсуждаем, нужно, не нужно, можно или нельзя. В общем, заходите, комментируйте. Комментируйте, заходите. Ну и где как ни в Инстаграм можно заходить и комментировать. Давайте обратимся, собственно, к этой социальной сети. Дело в том, что в Саратове совершенно недавно прошел концерт Елены Темниковой. Вы могли стать свидетелями, собственно, этого события. Потому что здесь, в нашей передаче, мы вели розыгрыш четырех пригласительных. И были победители, которые, собственно, попали на этот концерт. Давайте посмотрим, что же все-таки выкладывали в сеть с этого, собственно, замечательного концерта. Вот один из наших телезрителей сделал селфи и прислал нам. Говорит, спасибо, ребята, я выиграл билеты и сходил на шоу. Елена Темникова. На самом деле было очень атмосферно. Было очень уютно. Нам с Евгением повезло бывать на этом концерте. Конечно. Мы послушали живой звук. Послушали живой звук. Была достаточно душевная атмосфера, потому что Елена очень много общалась со зрителями. Очень мало пела. И немного задержала концерт. На самом деле спела свои хиты. К сожалению, наши фотографии с Светланой и с Еленой не попали в эту инстаграм-батбоку. Мы не смогли пробиться через всех фанатов. Да, мы не смогли пробиться, но и слава богу, потому что мы-то... Я выглядел, по крайней мере, точно хуже, чем Лена, и рядом с ней даже вот рядом не хотел вставать, потому что я бы, знаешь, как завязший цветок, такая... Ну, Лена-звезда, понятно. Лена-звезда, звезда-звездище, друзья. И, собственно, призываем всех... В общем, мы призываем вас к тому, чтобы вы выкладывали интересные фотографии с концертов, с каких-то мероприятий, может быть, даже с вашей семейной прогулки. Выкладывайте их в социальные сети, ставьте хэштег «Саратов24» на английском, на русском языке. Мы все обязательно посмотрим, и все самое интересное попадет к нам в эфир, и вы станете звездой эфира. Друзья, еще есть одна рубрика у нас, называется она «Городская зарисовка». Городская зарисовка, и что на ней мы сегодня увидим, сейчас, собственно, вам и продемонстрируем. Вот так вот. Ночь. Парень на коне. Саратов. Саратовская консерватория. Парень поставил на козла коня. Как это можно прокомментировать? Вот так вот, друзья, вот так вот. Ну, это очень необычно, то, что, во-первых, проспект, чего только не увидишь на проспекте Кирова, да? Еще один день в Саратове, ничего нового. Если кто-то нас сейчас смотрит, и вы не являетесь жителем Сарата, так проходит каждый день. Вот у вас есть там в столице есть медный всадник, и в Петербурге. У нас есть живой всадник, который вот каждый день уже как по часам выходит на работу ночью, пока никто не видит, сделает и уходит домой. Просто он фотографируется и выкладывает социальные сети, и чтобы попасть специально к нам в эфир. Ну, опять же, то, что наш губернатор так ездит на работу, я не буду. Не надо. Не надо, я так не говорю. Нет, я хочу еще заметить, что фото предоставлено сообществом типичное Саратов, спасибо вам за это. А вы, друзья, присоединяйтесь, также выкладывайте еще и видеоролики, выкладывайте именно в видеоролик, посмотрим немного позднее. Ну, а сейчас пришло время посмотреть одну интересную рубрику, связанную с шоколадом. Вот как выбрать правильный вкусный шоколад, как сделать так, чтобы ваш выбор был качественным и хорошим, узнаем мы из следующего видеоролика. Шоколад – источник гормона счастья и радости. Он не только благотворно влияет на внутренние органы, но еще и на внешность человека. Одна съеденная плитка шоколада приравнивается к полноценному походу в салон красоты. Так как же из всего разнообразия и обилия выбрать по-настоящему хороший и полезный шоколад? Мы вам сейчас расскажем. Шоколад входит в тройку самых сильных антиоксидантов, которые продлевают нам жизнь. Но есть одно но. Только черный шоколад обладает таким качеством. Стоит только в черный шоколад добавить хоть каплю молока, как все его полезные свойства тут же пропадают. Тем, кто сидит на диетах и следит за фигурой, шоколад есть можно и даже нужно. Только вот он в идеале не должен содержать сахар вообще. Либо иметь в своем составе натуральные сахарозаменители. Так как же все-таки выбрать настоящий шоколад? И на что стоит обратить особое внимание? При покупке шоколада следует внимание обращать на его состав. В первую очередь значатся какао, какао-бобы, какао-масло. И только потом в состав шоколада могут входить другие натуральные ингредиенты. Миндаль, различные сухофрукты, мята и сахар. Если на обертке шоколада указан ГОСТ, это гарантия того, что он соответствует государственным нормам. Интересно, что этот ГОСТ позволяет использование в составе некоторых добавок, нежелательных для потребителей. Однако он требует обязательного указания этих добавок на обертки. Поэтому, если на упаковке указан ГОСТ, шоколад точно должен содержать перечень всех компонентов, из которых он состоит. Так сколько же хранится шоколад? Сами ингредиенты, из которых изготовлен шоколад, в частности, это какао-бобы, какао-масло, могут храниться до двух лет. А в среднем срок годности шоколадной плитки составляет от 6 до 18 месяцев. Часто шоколадные обертки, особенно импортного производства, пестрят буквы Е в своем составе. Каких добавок стоит избегать и в чем их вредность? Призываю особое внимание обратить на состав плиток шоколада, и в частности, на наличие различных добавок-консервантов, которые обозначаются буквой Е и различным цифровым значением. Некоторые из них способны вызвать онкологическое действие, некоторые из них влияют на почки и печень, а некоторые могут вызвать различные аллергические реакции. Перечень таких вредных пищевых добавок я рекомендую записать и носить с собой покупателям при посещении магазинов. При выборе качественного шоколада стоит обратить внимание. Первое – на указание ГОСТа на упаковке. Второе – состав. На первом месте всегда какао, а уже потом второстепенные составляющие. Третье – выбираем темный шоколад. Если вы задумываетесь не только о вкусе, но и о пользе продукта, предпочтение лучше всего отдать именно темному. Друзья, мы продолжаем. Это «Автопилот» и, собственно, к следующим событиям. Сейчас мы вас плавненько, нежно подведем. Да, мы хотим вам рассказать о том, что во втором части, сразу после выпуска новостей, к нам придет в гости Лилия Ефименко. Она является продюсером шоу проектов «Голос» и «Голос. Дети» Саратовской области. Это шоу талантов для маленьких детей. И вот какие дети могут участвовать там? Нужно ли обладать музыкальным, идеальным музыкальным слухом? Как попасть на это шоу? В общем, все эти вопросы раскроем во втором часе, после того, как Екатерина Хеоргинин расскажет нам самую последнюю информацию о том, что же произошло в нашем городе, какие события свершились. Екатерина, тебе слово. Еще раз доброе утро. В этом часе я вам расскажу о том, какие трагедии произошли в минувшие выходные и о том, как сыграл «Саратовский сокол» на выезде. Об этом и не только, буквально через минуту. И к этому часу у меня все. Встретимся практически через час. Я вам передаю слово, коллеги. Спасибо, Екатерина. Друзья, мы продолжаем, мы продолжаем, мы продолжаем. Да, друзья, у нас сразу после небольшой рекламной паузы придет гость Лилии Фемен, который является продюсером шоу-проектов «Голос и голос дети» Саратовской области. Поговорим с ней о том, как же сделать своего ребенка звездой, как раскрыть в нем все таланты, с какого возраста можно начать участие в конкурсах и многие другие вопросы. Но сейчас короткая рекламная пауза, и мы вернемся. Не переключайте. Друзья, все чаще на телевидении появляются проекты с участием талантливых детей. Многие из них в свои совсем юные годы могут похвастаться знанием пяти и более языков, спортивными наградами мирового значения, интеллектуальными и творческими способностями наивысшего уровня. В Саратове немало талантливых детей. Именно поэтому у нас в городе стартовал музыкальный конкурс «Голос дети». Как туда попасть и что для этого нужно сделать, расскажет наша гостья, продюсер шоу-проекта «Голос и голос дети» в Саратовской области Лилия Ефименко. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Очень приятно вас видеть у нас в студии в столь ранний час. А вот, как сказал Евгений, уже стартанул проект «Голос дети» в Саратовской области. А вот расскажите поподробнее об этом проекте. В чем суть проекта? Кто может стать участником? Ну и такой, знаете, интересный вопрос. Нужно ли музыкальное образование для участия в вашем конкурсе? Здравствуйте еще раз. Вы знаете, да, он стартовал, но в плане регистрации. А 2 апреля пройдут как раз слепые прослушивания. Формат конкурса очень простой. Это 4 этапа. Слепые прослушивания, четверть, финал, полуфинал и финал. Мы будем регистрировать детей в течение месяца и 2 апреля их прослушаем. Музыкальное образование порой не требуется, но приветствуется, потому что, когда ребенок занимается с самого раннего возраста вокалом, у него больше шансов попасть в финал, дойти до финала. С ним занимаются его педагоги, наши наставники. Действительно, как и на московском проекте, у нас есть наставники. Кто будет в жюри, кто будет наставником, расскажите. Хороший вопрос, спасибо. Чаще всего мы сохраняем интригу, как и на федеральном уровне, интрига до самого начала проекта. Наставники – это вокалисты, педагоги вокала Саратовской области. В жюри присутствуют чаще всего независимые люди, люди, которые о нашем проекте знают, но его не видели до финала. То есть вот все предшествующие туры до финала, они не смотрят. Я их приглашаю, это работники консерватории, это тоже заслуженные музыкальные деятели Саратовской области. Пусть это останется интригой, потому что это главный вопрос, который задают все педагоги, родители. Все журналисты, наверное, тоже вас спрашивают. Это интрига. Я ее раскрываю в самом начале конкурса, то есть прямо 31 марта будет выставлена такая информация в социальных сетях, по телефонам. Вот вы сказали о том, что это голос дети. Для детей, прежде всего, с какого возраста вы принимаете участников и до какого возраста? Да, есть возрастная категория от 6 до 15 лет включительно. Если ребенку в конце года исполняется 15-16 лет, то он может участвовать, но если до проекта исполнилось 16, он уже не участвует, это уже подросток. Это уже взрослая личность, да? От 6 до 15, да. А почему от 6? Есть талантливые дети, которые в 3, 4, 5 лет уже хорошо поют. Согласна с вами, но чаще всего... Контракт мы не заключаем. Все на доверительных отношениях. Контракт мы заключаем с нашим генеральным спонсором, вот, с джедренными удачей, да, где будет проходить конкурс. Почему не малышей? Скажу вам, как мама, счастливая мама, что от 6 лет, это ребенок уже конкурсант, до 6, я как продюсер не решаюсь брать малышей. Это другие эмоции, это другие эмоции. И мы сейчас вот участвуем в садиках, я думаю, что пока пусть конкурсы такие вокального такого уровня будут именно в садиках. Ирина, вот у нас запустился опрос в нашей группе ВКонтакте, в Саратове 24, насколько стрессами являются вообще, в принципе, подобные конкурсы для детей. Вот вы сказали то, что вот есть определенный, да, возрастной ценз, с какого момента нужно начинать. Ну, вы как мама, вы наверняка сами проходили множество конкурсов, были участниками этих конкурсов. Вот как на человека, на ребенка, на ребенке это отражается? Положительно, отрицательно, ваше мнение? На мой взгляд, все, что не делается, все делается к лучшему. Дети получают опыт. И для них это, любой конкурс, это конкурс. Вот чему нужно учиться нам всем с вами, это искренность у детей. Они относятся к конкурсу как к конкурсу. По опыту проведения взрослого голоса в Саратовской области, скажу вам, что подростки и мы, взрослые люди, относимся к конкурсу уже не так. Не так серьезно. Дети переживают каждый момент, каждую минуту, каждый вопрос уточняют родители, педагоги. Поэтому участвовать нужно, важно. И, как говорил мой педагог, музыкальный деятель, именно мой личный, детство потом не вернешь. Нужно петь, танцевать, участвовать в конкурсах, в проектах. А потом мы станем с вами все врачами, юристами и, наверное, уже не сможем столько нагнать. Но вот именно это напряжение, оно не пошатнет психику молодого конкурса? Это все индивидуально. Тут нужно смотреть... Родителям отталкиваться, да, уже, наверное, от своего ребенка, насколько он активен, насколько у него психика подвижная, наверное. Да, да, да. Это индивидуально, поэтому должны смотреть родители, педагоги, как воспринимает ребенок. Если ребенок привык участвовать, и у нас чаще всего участвуют дети, которые уже проходили подобные конкурсы. То есть, да, они опытные, вы знаете, они приходят, они поют, они все знают, и многим порой даже не нужна распевка. Ну и плюс ко всему, конечно же, это получается такая тусовка, если можно так выразиться. Дети знакомятся друг с другом, проводят время, плюс они получают опыт отличный от своих наставников. Правильно? Немножко поправлю вас, не тусовка, шоу-проект. Шоу-проект, да. Это общение. Дети, которые участвовали у меня в Энгельсе и будут, и записались на Саратов, они уже знают друг друга, некоторые дети. А в силу того, что мы не ограничиваем ни в коем случае участие в плане приема заявок, это могут быть все желающие. Вчера позвонили из Пугачева, позавчера из Откарска дети записались. Говорят о том, что у нас участвует вся область. Вот так. Ну то есть можно будет приезжать непосредственно на мероприятие, на выступление. Остальное время готовится у себя дома. А вас лично я приглашаю посмотреть наш проект. Можно приехать именно в дни конкурса и посмотреть эти красивые концерты. Ведь дети, это самые лучшие исполнители. Ну вот 2 апреля, да, у вас как раз будут слепые прослушивания. Когда будет четвертьфинал, полуфинал и когда будет, ну конечно же, финал? 30 апреля. Сколько проект? То есть месяц, да? Проект длится ровно месяц, да, в рамках одного месяца, для того, чтобы не потерять эту вкусность, наверное, да, чтобы в течение месяца мы интенсивно, ярко, насыщенно провели. Такой красивый проект. А что входит в эти этапы? То есть, вот я понимаю так, то есть формат голоса соблюдается, то есть слепые прослушивания, а дальше? Наш проект похож на федеральный проект прежде всего первым этапом. Этапом слепые прослушивания, когда на раскручивающихся стульях наставники отворачиваются и только на слух определяют, кто же попадет в их команду. Все так же, как и на федеральном уровне. Следующие туры похожи на конкурсные дни. Это четвертьфинал, полуфинал и финал. Дети будут в команде наставников формироваться в двойке, в тройке и проходят отсеивание. Жесткий отбор. И хочу сказать вам, вот здесь начинаются самые большие эмоции. Самые сильные переживания, да? Самые сильные переживания, слезы, радости, да. Поэтому вот так 2 апреля прослушивание, 9 апреля четвертьфинал, потом полуфинал и финал, 30 апреля финал концерт. Илья, ну у нас еще, знаете, есть один вопрос, который мы нашим телезрителям также задаем. У нас есть телефонное голосование, и мы у них спрашиваем, можно ли развить музыкальный слух. Вот как вы считаете, можно? Или это вот просто природный дар, там дар свыше, и ничего с этим нельзя сделать? Можно я отвечу, вот как я думаю? Да. Да. Музыкальный слух развивать можно, но я сторонник того, что дети с музыкальным, с идеальным слухом рождаются, вот сразу рождаются с таким слухом. Можно развить интонацию, мы сейчас работаем над этим с моей дочкой, развиваем чистую интонацию. А мне мои педагоги музыкально-эстетического лица говорят, что у меня 100% слух. Вот. То есть вам повезло? И вы с самого детства, наверное, с самого раннего детства поёте сами, да? Я пою, да. Играю на инструментах. Ну, то есть детям это передаётся, наверное, по наследству больше. Я думаю, да. Моя дочка вот эту Зыкину впитала из нас, из крови. С молоком матери. Да. Хорошо. Вот ещё вопрос по поводу конкурса. Будут ли там записи, аудиозаписи детских выступлений, или это будет живой звук, вот как в реальной, как вот в московском проекте? Ну, этим мы, отличаемся от московского проекта, дети у продюсера только регистрируются и сразу попадают на первый этап. Заранее они присылают мне, отправляют свои аудиозаписи, это музыкальная аудиозапись. Но в силу того, что мы не ограничиваем жанры, язык, на котором можно петь, детки некоторые поют акапельно, играют на инструментах. Были дети, которые приводили с собой целый оркестр, ансамбль, для того, чтобы больше подействовать. Но скажу вам, выбор конкурсантов наставники проводят только на слух. Здесь не важна внешность, не важны какие-то вот, наверное, наши... Не важно, как эти умы там, да, вся эта атрибутика. И это все. Можно использовать уже в четверть, в полуфинале, в финале. То есть показать все грани своего таланта. Какой ты красивый, нарядный, или ты придешь в обычной одежде, как ты будешь себя вести на сцене. Поэтому поют дети под те аудиозаписи, чаще всего, под которые занимаются с педагогами. Вот так. Ну, то есть в данном случае внешний вид совершенно не ваш. Совершенно, да. То есть самое главное, это идеальный слух. Мои наставники не знают заранее, кто придет на конкурс. А если придет вот такой вот бородатый взрослый человек, как я, и споет с детским голосом... А есть дети 9-летние, которые так поют. И вот сложность, да, выбора на слух, слепое прослушивание. Наставник должен понять, там 9-летний ребенок или 15-летний. И вот кто сядет на мое место. И вот опять же, этим же мы похожи на федеральный проект, что дети, как на обычных вокальных конкурсах, не делятся на возрастные группы. Все дети равны. Да, то есть от 6 до 15 лет вас будут сравнивать 60-летнего Евгения или 6-летнюю девочку Арину, которая придет, вас сравнят. Первый человек, который угадал точно мой возраст, 60 лет. Просто очень похожи как раз на. Илья, мы с вами очень много говорим о самом конкурсе. А вот расскажите, как попасть на конкурс, где зарегистрироваться вот все контактные данные, все информации, как вот сейчас родители смотрят, у них талантливый ребенок, они хотят к вам в проект привезти ребенка, куда обратиться? Попасть можно через продюсера, через регистрацию у нас. Позвонив по телефону, мне, написав в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках мы размещаем информацию и, конечно, Джентльмены Удачи, наш генеральный спонсор, разместили информацию у себя на ресторане. А как называется это в социальных сетях? Это группа? Голос Саратова Дети. Голос Саратова Дети. В Инстаграме можно по хэштегу найти Голос Саратова Дети. Все просто. Ну или к вам обратиться, Лилия Кеменко, вас найти. Есть регламент, который мы, конечно, ставим, да, например, при подаче заявки родители знают, что можно будет принести в ресторан, что нельзя. Например, точно нельзя приносить колючережущие предметы. Мы очень слезим за этим, работают охранники, это дети. С детьми нужно работать осторожно, да, чтобы обязательно все было красиво. В зале нельзя курить. Ну это понятно. В общественных местах вообще нельзя. Мы не поддерживаем это. Есть регламент, по которому мы ведем проект, это должно быть все красиво. А можно ли туда попасть обычному человеку? Да, конечно. У нас как раз все обычные попадают. Нет, я имею в виду зрителю. Зрителю, который может прийти и провести шикарный вечер, возможно, посмотреть, как выступают дети. Может быть, они даже не его. Вопросы из категории праздничной. Джентльмены удачи это ресторан, двери которого открыты для всех гостей. Это не закрытая вечеринка, это шоу-проект. Вы смотрите информацию, в какое время начнется конкурс и приходите. Можно прийти? Да, конечно. Конкурс могут посетить все желающие. У меня с семьями ходят, у нас очень большой... У нас аншлаг в зале, это дети. Всегда аншлаг. Ну вот группы поддержки, например, можно привезти, да, своих одноклассников, друзей, просто посмотреть, поболеть за них. Хорошо, еще вопрос такой. А вот участие в этом конкурсе, оно платное или бесплатное? Участие платное, но взимается символическая плата с конкурсантов. Для формирования, это делается, для формирования призового фонда. Потому что все эти деньги, которые мы соберем, мы распределяем на призеров. Призовой фонд в этот раз в моем проекте, это уже седьмой проект, который я организую, достаточно хороший. 30 тысяч заберет рублей, 30 тысяч рублей заберет призер первого места, призер второго места забирает 15 тысяч рублей и 5 тысяч рублей третье место. То есть дети получат реальные деньги за участие. Ну и буквально остается несколько секунд до завершения нашего с вами разговора, к сожалению. И у вас есть возможность сейчас обратиться к тем людям, которые, возможно, только что узнали про этот конкурс, пригласить их, чтобы они стали участниками и, собственно, возможно, забрали главный приз. Спасибо. Жители Саратовской области, приглашаю вас на свой большой мегапроект «Голос Саратова. Дети». Прослушивание пройдет 2 апреля. Желающие пригласить своих детей для участия, регистрируйтесь у нас. А, конечно, мы ждем вас в «Джентльменах удачи». 2 апреля все начинается, а 30 апреля большой финал концерта. До встречи на проекте шоу «Голос Саратова. Дети». Спасибо большое. С нами была Лилия Ефименко, продюсер шоу проекта «Голос и голос Дети» в Саратове, в Саратской области. Друзья, мы вернемся к вам буквально через одно мгновение после небольшой рекламы. Доброе утро, наш любимый город. На часах уже 8.34. Это значит, что на работу уже пора спешить, собираться, выезжать. Ну и напомню, что сегодня 13 марта, на календаре понедельник. Ну и вот для того, чтобы вы на свою работу доехали легко, быстро и без проблем, Евгений Креков сейчас расскажет о пробках, после чего я расскажу о погоде. Ну а затем мы разыграем один интересный подарочный сертификат. Следите за нашим эфиром. Жень, тебе слово. Да, друзья, вот это вот международный жест человека, который абсолютно знает ситуацию на дорогах. Вот я, знаете это. Друзья, переходим, собственно, к карте, что уж там греха таить. Сегодня большие трудности ждут вас на саратовских дорогах. Помимо непосредственно покрытия, но и, конечно же, самой ситуации. 6 баллов диктует нам Яндекс и начинаем по традиции с заводского района. Проспект энтузиастов встречает нас огромным, огромным затруднением, если можно так выразиться, мягко и ненавязчиво, друзья. Большая пробка ждет нас от энтузиастов до Арджиникиза. До Арджиникиза скорость движения вашего составит 5 километров в час. Далее, двигаясь в сторону Чернышевского, также нас встречает пробка уже по направлению в заводской район. Но и минуя все эти препятствия, собственно, подъезжая к предмостовой площади, также мы встреваем, как это принято говорить, в еще одну пробку. На предмостовой площади в обе стороны, в сторону Энгельса и в сторону Саратова, у нас, друзья, пробка. Скорость вашего движения составит 5 километров в час, но как только вы выберетесь на мост, друзья, можете набрать приличную скорость. Мост свободен во всех направлениях. Переходя на сторону Энгельса, лесозаводская и трудовая, классическая патовая ситуация. Здесь, в сторону Саратова, ничего не движется, затор стоит и будет стоять до примерно 10 часов дня. Переходим к следующему району, уже в Саратове, друзья, уже в Саратове, в юбилейном поселке, Усть-Курдюмское шоссе, также все без изменений, друзья, классическое состояние на подъезде к кольцу строительного рынка, нас ждет пробка. 5 км в час составит скорость вашего движения, ну, нужно пережить, пережить. Друзья, еще к одним таким, знаете, перманентным пробкам мы подбираемся, это навашенный танкистов, здесь все без изменений, даже нечего обсуждать. Большая пробка 10 км в час составит скорость вашего движения. Ленинский район, начинаем с улицы Шахурдина, наш обзор и, конечно же, проспект строителей сразу же нас упирается в пробку на подъезде к улице Шахурдина, 3 км в час составит скорость вашего движения по направлению в центр нашего города. И подробная улица практически пустая, есть отличные альтернативы, как можно объехать, собственно, пробку на проспекте строителей. Если вдруг вам посчастливилось выехать на проспект 50 лет октября, вы сможете с ветерком добраться, но ровно до района Стрелки, также там классическая пробка нас ждет. Переходим на Навашино и Танкистов, уже обсуждали, Карачино-Соколовая улица и улица Танкистов, также еще один камень преткновения для всех автолюбителей. Друзья, здесь практически всегда нас ожидает затруднение движения, поэтому будьте внимательны, к сожалению, причины этих пробок нам не ясны, Яндекс их нам не показывает. Переходим в центр нашего города, район Стадион Локомотив. Еще еще один момент, где автомобилисты встречаются друг с другом и подолгу проводят время в пробке, друзья. Будьте внимательны, улица Ямлютина, улица Степана Разина, друзья, у нас находится в статическом положении, ничего не движется. Также весь центр, друзья, как вы видите, у нас окрашен, но, тем не менее, преобладание красного цвета, что означает минимальную скорость движения, у нас, собственно, здесь не наблюдается, поэтому будьте внимательны, друзья, немножко подморозило, и вы сможете попасть в какую-то неприятность, поэтому, друзья, не отвлекайтесь за рулем. Ну, а, собственно, о новостях погоды нам сейчас расскажет Светлана Казанцева. Что же нас ждет сегодняшним днем? Какая погода? Солнце, дождь, мороз, снег? Что? Фактически все, Жень. В понедельник, 13 марта, в Саратове-Энгельсе будет переменная облачность, ветер южный 3,2 метра в секунду, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба и днем температура воздух прогреется до отметки плюс 4 градуса, а ночью будет холоднее, будет минус 4 градуса. Ну что ж, у нас календарная весна наступила, а метеорологическая пока еще запаздывает. Немножко похолодала. Мы ее ждем с нетерпением, хотя солнце уже светит так, что чувствуешь иногда, как будто ты летом, уже в летом. Я вчера наблюдал такую историю, что многие уже надели белые кроссовочки, думают, что уже солнце пригрел, и я был в том числе, купил себе новые отличные белые кроссовки и ходил, и ходил, и собственно было зачарован. Но ты стильный, модный, и молодежный, друзья. Но вот, кстати, для того, чтобы быть модным, создать этот образ незаменимому атрибуту, становятся солнцезащитные очки. И сеть салонов оптики «Новый взгляд» приглашает вас за новые коллекции медицинских и солнцезащитных очков коллекции «Весна-лето-2017». Актуальными тенденциями сезона становятся Актуальными тенденциями форма полный спектр. Полный спектр, вообще форма оправ. Полный спектр форма оправ классики, от классики до авангарда на любой, даже самый изысканный вкус. Более подробную информацию, а также адреса салонов можно найти на сайте «Новый взгляд» 64 RF. Или по телефону 8 800 500 05 10. Также приятным бонусом для зрителей нашего телеканала станет скидка 15% при указании кодового слова «Саратов-24». Это мы вам по секрету рассказываем, только вам, на ушко, нашим самым любимым телезрителям. Акция действует до 1 мая, ну а прямо сейчас мы разыграем сертификат на 1000 рублей в сеть салонов оптики «Новый взгляд». Все, что вам нужно, чтобы получить сертификат, это правильно ответить на вопрос, прислав смс с правильным ответом на наши замечательные номера. Замечательные номера. Я не устану это повторять. Слово «замечательные» 984 раза подсчитал. Сейчас. Это действительно очень хороший сертификат. Можно использовать его по назначению, то есть купить себе солнцезащитные очки, может быть, им нужны медицинские очки. Вам самим выбирать. Может быть, этот сертификат можно надеть как очки. Очень стильный. Очень-очень большой спектр возможностей, которые можно приобрести именно в этом салоне. Друзья, внимание, вопрос. У какого зарубежного певца самая большая коллекция очков? Вот зарубежный певец есть один, он все время появляется в разных очках. Он такого невысокого роста, я бы сказал, поет отлично. Англичанин. Да, даже так? Да, он англичанин, он сэр. В первую очередь, да, друзья, он получил этот титул от самой королевы. Поэтому, друзья, думайте, гадайте, присылайте нам ваши ответы. Видите, телефон сейчас на своих экранах. Друзья, первый, кто пришлет правильный ответ, получит сертификат на тысячу рублей от сети салонов оптики «Новый взгляд». Можно купить себе там на эти тысячу рублей все, что захотите. Да, друзья, но от стильных очков переходим к стильной одежде. Алина Ковалева каждое утро подбирает интересные луки, рассказывает о последних модных тенденциях. И сегодня она повествует нам о таком интересном сочетании. Красный и синий, оказывается, это в моде. Ну, а все подробные информации в следующей рубрике. Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Продолжаю вас знакомить с необычными и контрастными сочетаниями цветов, которые в тренде этой весной. Коллекции Джорджи Армани горячей модой не назовешь. Это всегда что-то вне времени для тех, кто по-настоящему любит почерк этого дизайнера. Но недавно Джорджи Армани выступил очень злободневно. Именно его коллекция заставила всех взглянуть на сочетание неоновых оттенков красного и синего в верхней одежде, как на свежий цветовой тренд будущей осени. У Армани все просто и красиво. Кашемировое пальто на поясе, собранное из ярких цветовых блоков, выглядит как детские аппликации, благодаря синим деталям на красном фоне и красным на синим. Джорджи Армани не первый, кто использовал это немного дикое сочетание. Синий электрик рядом с ярко-алым мы видели еще на нескольких показах и в основном примеры с верхней одеждой. Где-то дизайнеры делают графичные вставки, где-то расцветка кислотный леопард, вещь в духе Эдди Седжвик. Примеров пока немного, но сама тенденция уже сформировалась. Мода весны 2017 обещает быть яркой, наполненной как контрастными сочетаниями цветов, так и комбинациями, состоящими из основного цвета, дополненного каким-либо собственным оттенком. Напомню, что остальные трендовые сочетания это броски и динамичные композиции синего и оранжевого, голубого и оранжевого, желтого и кораллово-красного, желтого и синего. Все это будет доминировать среди весенне-летних сочетаний цветов. Не бойтесь быть яркими и сочетать несочетаемые оттенки. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Света, ты боишься быть яркой? Да нет, не особо. Спасибо. Я сижу в красной корте, поэтому не боюсь сочетаний. Но мне кажется, интересно сочетание красный еще с золотым очень хорошо сочетается, с черным, например. Ну и с каким еще цветом красный сочетается? С зеленым. Очень необычно и интересно. Но вот Алина говорит, что с синим оказывается тоже теперь модно. Я не знаю, что с тем сочетается. Да, друзья, ну и, конечно же, возвращаемся к нашей теме. Теме сегодняшнего дня талантливые дети. Я считаю, что все дети талантливые. Кто-то их делит на какие-то группы, подгруппы, исследует их, проводит для них конкурсы для того, чтобы выявить, кто является самым крутым. И вот этот соревновательный момент сейчас в современном обществе как бы превалирует. То есть хотят доказать, что лучший из лучших существует. Но и тем не менее, у нас есть такой небольшой опрос, можно ли развить музыкальный слух. И у нас голосование сейчас конкретно разделились мнения. Люди считают, что нет. Да, 10 процентов. Люди считают, что нет. Но я, ну, как считал наша гостья, она говорит, с этим можно только родиться. Но мне кажется, можно тренировать. Все, что угодно, можно тренировать. Медведи ездят на гайках. На велосипедах. На велосипедах, да. В цирке уж человека научить что-то сделать. И мне кажется, вот так. И все. В общем, друзья, присоединяйтесь к нашему телефонному голосованию. Номера телефона совершенно бесплатные. Зафиксируем ваш голос. Просто повлияйте на ход событий. Можете изменить статистику. У вас еще есть на это время. Ну, а еще есть время на то, чтобы показать гороскоп для вас, наши дорогие телезрители. Распланировать свой день правильно, согласно указаниям звезд и согласно указаниям Марии Белат. Самым знаменитым и цитируемым астрологом в мире является Мишель Настрадамус. Его пророчества в форме Катренов, составленные на сотни лет вперед, до сих пор пользуются небывалым спросом. Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат. И моя почта, на которую каждый день приходят сотни вопросов, никогда не станет цитируемой, потому что вся информация, которую вы мне присылаете, является строго конфиденциальным. Время после полнолуния на оси служения настраивает нас на решение чужих вопросов и посвящение себя рутинной работе. Совет дня сегодня как никогда простой. Не застревайте на мелочах. Ну а теперь о том, что приготовили звезды для наших знаков зодиака. Овин, отличная возможность, заявите о себе, смело начинайте новое дело. Телец, сегодня действуйте скрытно, но решительно. Удача на вашей стороне. Близнецы, уделите этот день обучению, попробуйте освоить новый профессиональный навык. Рак, настройтесь на оптимистические латы, побалуйте себя. Лев, исключите авантюризм и творческий настрой в работе. Холодный расчет поможет решить проблему. Дева, сегодня вы сможете оказывать влияние на людей благодаря своему красноречию. Весы, не стоит принимать спонтанные решения, проявите сочувствие, постарайтесь понять собеседника. Скорпион, сегодня удача на вашей стороне, поэтому беритесь за любое дело. Стрелец, используйте свою интуицию, шестое чувство подскажет правильный ответ. Козирог, на вас слишком сильно давит внешнее окружение. Держитесь в стороне от чужих мыслей. Водолей, ищите новый смысл в привычных делах и подходах. День открыт для экспериментов. Рыбы, обратите внимание на здоровье. Вечером отправляйтесь в спортзал. Если вы уже сейчас пишете свой заветный вопрос на мою почту, то помните, что в письме следует указать не только дату, время, но и место вашего рождения. Друзья, мы возвращаемся для того, чтобы, собственно, с благими новостями, мы возвращаемся для того, что у нас определился победитель, тот человек, который получит сертификат, подарочный сертификат на тысячу рублей от салона оптики и новый взгляд. Вот он в моих руках, друзья. И мы сейчас повторим вопрос, чтобы вы, собственно, смогли взгрустнуть, почему были не вы первым. Почему и не я. И, да, не ответили на этот вопрос. Так, Светлана, пожалуйста, вопрос. Друзья, у какого певца зарубежного самая большая коллекция очков? Вот такой вопрос мы вам задавали буквально несколько минут назад, и у нас уже есть смс-сообщение с правильным ответом. Итак, друзья, внимание, правильный ответ. Это Элтон, сэр Элтон Джон, друзья. Вот так вот, вот этот артист имеет самую огромную коллекцию очков. И победителем стал человек, у которого номер телефона заканчивается на цифры 43-43. Чуть позже, в конце передачи, редактор обязательно с вами свяжется и расскажет, как вы сможете забрать, собственно, этот сертификат и пользоваться им. Спасибо, что принимали участие. Да, ну а мы движемся далее и хотим с вами поделиться цифрой сегодняшнего дня. И это цифра 35. 35 пар двойняшек родилось в Саратовской области с начала этого года. А всего с начала года в Саратовской области родилось более 3,5 тысячи малышей. Об этом сообщает управление ЗАГСом в Саратской области. В общем, друзья, растет и приумножается наша Саратовская область. Что жить стало в Саратове лучше. Ты думаешь? Дети рождаются, дети появляются от хорошей жизни всегда. Всегда. От хорошей жизни мы вас поздравляем. Мы надеемся на то, что появляются как раз талантливые дети, темы, которых мы сегодня и обсуждаем. Сегодня мы хотим у вас узнать, во-первых, в телефонном голосовании можно ли развить музыкальный слух. У вас есть возможность позвонить по двум номерам телефона. Например, да, нет, номера телефона совершенно бесплатные. Звоните, просто зафиксируем ваш голос, и вы примете участие в нашем голосовании. Да, друзья, и в группе в Саратов 24 в ВКонтакте мы спрашиваем, нужны ли такие проекты, как шоу «Голос» и любые проекты, в которых нужно детям соревноваться и выставлять свои таланты, и как они влияют на ребенка. Сейчас лидирует ответ, родители самоутверждаются за счет своих одаренных детей, зачастую не спрашивая, нужно ли им это. 38% наших телезрителей проголосовали за этот вариант ответа, поэтому, друзья, принимайте участие, нам очень важно знать ваше мнение, голосуйте, есть ли у вас дети или нет, нам не все равно, но вы можете проголосовать. Да, но для того, чтобы поддержать ваше хорошее настроение, готовы показать вам следующий видеоролик, наверняка вы улыбнетесь, когда будете его просматривать. Вот двухлетняя австралийская овчарка по имени «Секрет» умеет играть на пианино, танцевать, пылесосить, вытирать полы, рисовать и оказывать первую медицинскую помощь, да еще и многое другое. У владельца мэрии и ее собаки есть даже собственные страницы в инстаграм, и регулярно она там выкладывает фотографии, видеоотчеты с новым достижением необычной овчарки. Вот среди последних «Секрет» пробует играть на барабанах. Вот сейчас вы видите, как он пылесосит полы, и 16-летняя мэри регулярно дрессирует своего питомца и каждый раз предлагает ему какие-то новые занятия. Вы знаете, Жень, я на самом деле... Что вот они сейчас делают? Они йогой занимаются, конечно. На самом деле, сколько зарабатывает хозяйка на талантах своего пса, это секрет. Поэтому такую назвали «Ха-ха, какой каламбур», казалось бы. Нет, ну, что, ну, замечательно, замечательно. Сколько же свободного времени у хозяйки этого пса? Ну, это 16-летняя девочка, она занимается дрессировкой своей любимой собаки, они вместе растут, вместе развиваются. Кстати, я побывала у нее на странице в инстаграм, ты знаешь, у нее 160 тысяч подписчиков. 160 тысяч. Это неплохо. Не такое количество, как у Тимати, но, тем не менее, тоже хорошо. Но еще один есть человек, который примерно так же начинал свою карьеру, но он начинал ее в эпоху, когда не было инстаграма, социальных сетей. Ну, об этом мы расскажем чуть-чуть позже, Женя. У нас сейчас короткая рекламная пауза, друзья, после которой мы вернемся и расскажем еще кое-что интересное. Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, как понять, что пришла весна. Понимаю, потому что мне так сердце подсказывает, что птички прилетают, снеги влетают, где-то мороза. Когда листики падают из деревьев, еще когда птица летит. Птички прилетают, сосульки оттаивают со снегом и теплее чуть-чуть становится. С природой она начинает немножко царести. Ну, все тает, будут лужи, приходит нам весна. Это тогда мокро. Очень грязно. Листики вырастают и цветочки. Они тихонько распускаются. Снег уходит от нас, солнце греет. Тогда немножко солнышко идет. Я люблю плести венки из-за дуланчиков. Немножко становится сыро. Солнышко светит, снег тает, цветочки распускается. И когда становится меньше всего снега и птицы начинают петь, сосульки тают, а листья остаются зелеными. Ну, короче, только когда листья падают. А потом приходит лето, и мы купаемся в бассейне. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Друзья, как мы сегодня обсуждали на протяжении всего нашего выпуска, мы говорили про талантливых детей. Нужны ли шоу талантов для детей? Как они на них влияют? И что, собственно, под собой они несут? И в связи с этим пришло время подвести итоги. Нужны ли такие проекты детям? Нужны ли они вообще в принципе? Мы запустили голосование в нашей группе ВКонтакте в Саратов 24 и выигрывает вопрос. Родители самоутверждаются за счет своих одаренных детей, зачастую не спрашивая, нужно ли им это. В каких-то моментах я с этим согласен. Второе место нейтральное отношение занимает, то есть людям все равно есть такие шоу, нет таких шоу. У них, наверное, детей просто нет, поэтому пока еще все равно. И третье место разделили два варианта ответств, набрав по 15% голосов. Хорошо, что такие проекты есть, если ребенок обладает талантом, то его нужно где-то проявить. И участие в шоу талантов негативно сказывается на будущем ребенка, с детства они привыкают к повышенному вниманию и славе, а после этого сложно вернуться к обычной жизни. Ну, вот такие вот варианты. Мне не разделились кардинально. Друзья, у вас есть еще возможность повлиять на ход голосования, этот пост будет актуальным в течение сегодняшнего дня, так что заходите к нам в группу ВКонтакте, она тоже называется Саратов 24, оставляйте свой голос, пишите свои комментарии, мы будем вам также комментировать, ставить лайки, в общем, будем продолжать общаться даже после окончания нашего эфира. Также еще хотим подвести итоги телефонного голосования, который мы также запускали. Сейчас вы вопрос видите у себя на экранах, нужно или можно развить музыкальный слух, и вот большинство наших телезрителей считает, что все-таки нельзя, что это все-таки дар свыше, что с этим рождается, а развить это совершенно невозможно. Я призываю тех людей, которые проголосовали за вариант нет, а попробуйте, а вдруг, а рискните, что вам это стоит, друзья, ну и конечно же в эти два часа с радостью с вами были Светлана Казанцева, Евгений Креков, ну а сразу после нас выпуск новостей, ну а мы еще хотим представить Анну Васильчику, того человека, который делает наши образы стильными, красивыми, посмотрите на нас, и если хотите выглядеть так же, то обращайтесь к Анне Васильчику, она сделает из вас конфетку. Да, ну а мы передаем слово Екатерине Харгинен, Катя, доброе утро, еще раз расскажи о последних новостях, что произошло в нашем городе. Доброе утро, еще раз коллеги, в этом выпуске я расскажу о трагедиях, которые произошли в минувшие выходные, и о боях нашего боксера Артема Чемотарева. Об этом буквально через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok